Президент Казахстана продолжает европейское турне. В эти дни Нурсултан Азарбаев находится с официальным визитом во Франции. Лидеры Казахстана и Французской Республики встречаются уже пятый раз за последние три года. О чем договорились стороны, расскажут наши корреспонденты. Официальные государственные визиты глав государств во Франции имеют свои особенности. И несведущим в дипломатическом протоколе будет непросто понять его тонкости. Торжественная церемония тут делится на несколько частей. Первым делом обязательные почести в Доме инвалидов. Сегодня это здание не только памятник архитектуры. Здесь по-прежнему проходят лечения военнослужащие. Прием именно в этом месте говорит об особом уважении. Нурсултана Азарбаева приветствовал представитель военного губернатора Парижа и госсекретарь правительства по связям с парламентом. При этом президента Франции на церемонии быть не должно. Ну а президентский кортеж уже ждали в Елисейском дворце. Нурсултан Азарбаев прошел вдоль строя солдат республиканской гвардии. И только потом ему на встречу поспешил Франсуа Оланд. И вот она крепкая, дружеская и по-настоящему искреннее рукопожатие двух лидеров. Нурсултан Азарбаев прибыл в столицу Франции по приглашению своего коллеги Франсуа Оланда. Лидеры обеих государств видятся уже пятый раз за последние три года. Казахстану интересен огромный опыт французской экономики. О тесном сотрудничестве Астаны и Парижа свидетельствует тот факт, что в нашей стране работают 130 предприятий. Но это не предел. Дальше лишь будут углублять партнерство. Сотрудничество будут укреплять по разным направлениям. Франция официально подтвердила свое участие в международной выставке Экспо-2017. Договорились о сотрудничестве Аэрокосмический комитет Казахстана и Национальный центр космических исследований Франции. А развитие такой области невозможно без прогресса в образовании. Вот и министерства обеих стран впредь будут обмениваться опытом и методиками. Наши сегодняшние договоренности ярко свидетельствуют о взаимном стремлении к переходу на качественно новый уровень сотрудничества. Благодаря этому будут реализованы крупные проекты в таких сферах, как машиностроение, транспорт и коммуникация, высокие технологии, инновации, наука, образование и культура. Мы надеемся, что этот визит послужит импульсом к дальнейшему развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Во французских политических кругах высоко оценивают развитие Казахстана. Это сегодня прозвучало и из уст Франсуа Оланда. Как подчеркнул глава Елисейского дворца, официальный Париж готов и дальше поддерживать партнерские отношения с Астаной. Знаком особой дружбы между странами можно считать подарены Нурсултаном Назарбаевым, хозяину Елисейского дворца Ольден Досток. Такие есть только у премьер-министров Сингапура и Великобритании, у Гентека ООН Пангимуне и у бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.